Музыка Дорогие соотечественники, наша авторская программа, авторская передача «Оппозиция» отличается от других, и, наверное, вы все это заметили сами, тем, что мы не оперируем только какими-то жаренными, злободневными фактами, кто у кого дубинку украл и так далее, кто что-то там нарушил, нахимичил и тому подобное. Нас интересует подоплека всех этих вещей. Почему так происходит? Почему мы так живем, как мы живем? И какие основные законы движут людьми и природой? Поэтому в гости мы приглашаем специалистов, как правило, людей высокой культуры и очень глубоких знаний. Ну, рассмотрим вот сейчас такой простой пример. Некий политический лузер, ну, как-то иначе его и трудно назвать, по имени Басецкоп, пытается сейчас реанимировать вопрос о факте Молотова-Риббентропа. Самое интересное, что вот эта попытка реанимации скелетов и теней прошлого больше всего, как ни странно, беспокоит ни Россию, ни Молдову, ни другие страны, а больше всего беспокоит Венгрию, которая тут же в Румынии затребует Трансильванию, Болгарию, которая тут же затребует свое право на знаменитый квадрилатер в Добрудже. Это очень забеспокоит Литву, это очень забеспокоит, да хотя бы ту же Украину. Посмотрите, западные районы Украины когда-то принадлежали Польше, Чехословакии, той же Румынии. Кстати, а как быть с Молдавской автономной республикой, со столицей в Балтии? Как быть с Измаилом, Килией, Черновцами и так далее. То есть, когда политические лузеры, то ли безграмотные, то есть недостаточно понимающие, в какую область международного права они вторгаются, они тут же вляпываются в проблемы. Но самое печальное заключается в том, что многие наши соотечественники, понятия не имея о том, что такое право, понятия не имеющие о том, что право это экспериментальное, а не только теоретическая наука построена на железной логике. Вот это все надо знать. И поэтому, ну, есть много еще вопросов и принципы разделения властей, и какая власть чем занимается, и что такое правительство явное, и что такое параллельное, теневое. Как это все согласуется с нормами международного права, нашего собственного права. Вот чтобы разобраться во всех этих вопросах, мы пригласили в студию Сергея Мишина. Сергей Мишин, автор вот этой книжки, это человек высокой культуры, которой он унаследовал в семье. Эта книга очень интересная. Называется она «Конституционная характеристика парламентаризма в Республике Молдова». Ну, все мы знаем художество конституционного суда и много наших политиков и политиканов. Вот, поэтому у нас в гостях сегодня Сергей Мишин, доктор права, доктор юриспруденции. Сергей, добрый день, мы давнешние знакомые. Я помню, ты в Китай приезжал, и мы в посольстве часто встречались, многие вопросы осуждали. На дворе тогда, насколько я помнил, был 2005 год где-то. 2004. 2004, да, 2005, где-то вот так запамятовал. И уже тогда, обсуждая то, что происходит в Китае, вот много было беседы с твоим отцом, Вадимом Мишиным, человеком высочайшей культуры, высочайшего жизненного опыта, его интересовал вопрос о том, почему Китай столь стремительно поднимается. Хотя во всем мире принято считать, что китайцев законны не соблюдаются, никакого там права нету и так далее. А ведь это эксперимент в четыре с половиной тысячелетия. Если мы говорили о том, что право – это еще и экспериментальная наука, а не только наука, построенная на принципах, на логике и на многом другом, скажи, пожалуйста, вот ты, доктор права. Что дает знание фундаментальных законов права. Почему это важно? И для международной политики, и для внутренней. И как это одно перетекает в другое. Как это связывает экономику, политику, социальный круг вопросов, исторический круг и многое другое. Вот, что бы ты нашим дорогим соотечественникам, нашим телезрителям мог бы сказать по этому поводу? Почему так важно знать основы? Ну, во-первых, если вы помните, и помнят те, кто родился еще в Советском Союзе, где-то в 8-9 классе у всех был такой предмет, как основы права. То есть давались такие фундаментальные поверхностные знания, то есть что это такое, для чего оно служит, что происходит в случае, если вы уголовное правонарушение совершили, гражданское правонарушение, что такое трудовое право. Дело в том, что мы с вами все, хотим или не хотим, каждый день связаны. Мы связаны с правом. Вы пошли купили в магазин просроченную продукцию, это уже правовые отношения. Вы купили квартиру, это правовые отношения. Вы поссорились с соседом, это правовые отношения. Сосед затопил вас, нужен ремонт. Это все сводится к правовым отношениям. Вы завтра идете устраиваться на работу, или вас увольняют с работы, или вам считают пенсию. Это трудовое право. То есть мы хотим, не хотим, мы сегодня связаны с правом постоянно. Основой, фундаментом любого юридической науки вообще как таковой является такой предмет, как государство и право. Это фундамент. Вот хороший юрист, это не тот, как говорят, хороший юрист, это тот, кто быстро может найти закон, или кто хорошо может его прочитать, или кто может хорошо расставить запятые. Нет, хороший юрист, в первую очередь, это тот юрист, который знает досконально теорию государства и права. То есть это фундамент в чем состоит? Во-первых, два понятия. Государство и право. Как формируется государство? Какие типы государств бывают? Как они должны взаимодействовать между собой? Как государство должно взаимодействовать с личностью? С гражданином, с нами, с отечественниками. Как государство должно строиться с обществом и взаимоотношения между государством и обществом? Как государственные структуры должны взаимодействовать с собой? Это все рассматривает первая часть. Каковы их полномочия? Это детали. Мы еще коснемся в передаче этого. Да, полномочия и все остальное, это уже рассматривает как бы отдельно структурированные предметы. Но как основа, почему должны быть именно вот эти ветви власти, почему должны быть вот эти институты государства, как оно должно взаимодействовать с обществом. Ведь, смотрите, понятие государства как таковое, как оно должно взаимодействовать с обществом и с иными государствами, то есть оно объединяет вот этот предмет, вот этот фундамент, объединяет в себе как внутри государственное, так и международное. А право это уже более узкое, да? То есть не каждый человек готов понять право, да? Но оно дает, что такое нормативный акт, что такое закон, да? Оно дает, что такое подзаконный акт, объясняет. То есть почему этот закон выше, чем этот закон? Почему Конституция является основным законом? И почему с ней нельзя баловаться и художество, как мы наблюдаем у нас? Понимаете? То есть вот у нас много сегодня в парламенте сидят, ну, скажем так, юристов, я бы их назвал псевдо-юристами, потому что они, вот даже элементарно председатель парламента, ему задают вопрос, вы принимаете бюджет, но ведь по регламенту, по логике вещей, по стыковкам, мы должны сначала рассмотреть бюджет социального страхования, бюджет там медицинского страхования, а потом рассматривать весь бюджет. Почему мы начинаем с конца, почему мы не начинаем сначала? На что председатель парламента, будучи юристом по образованию, но, видно, немножко не учел вот эти принципы... Помнишь, Михаил Федорович у нас 14 лет учился на юристах? Ну, вы знаете, я ему вообще не хочу, это отдельный уникум юриспруденции. Не, ну, да, это уникум, но Кандов все-таки парень образованный такой. Но при этом, видно, он пару лекций именно предмета теории государства и права прогулял, на что он отвечает просто в зал депутатам парламента, что это согласно регламенту. Вот его ответ. Вы понимаете, юрист, особенно в такой должности, особенно которого избрал народ, и он является... Давайте, кто такой депутат? Кстати, что такое парламент? Это законодательный орган. Вот уж, наверное, про основы права должны знать. Да, но тут вопрос в другом. В первую очередь мы должны коснуться, кто такой депутат. Вот люди не понимают, что такое депутат. Все думают, да, он сидит в парламенте, голосует за законы. Ребята, в первую очередь депутат, это ваш представитель. Это представитель нас, граждан. Ведь власть в суверенном государстве принадлежит кому? Принадлежит народу. И мы эту власть через представительные органы, то есть через депутатов осуществляем. Правильно? То есть за кого мы проголосовали, тот находится в парламенте. И, соответственно, уже... Депутатские борьбы за наши интересы. Так, в первую очередь. В первую очередь. Конечно, по теории оно именно так и должно происходить в нормальном правовом государстве. И что происходит, когда практика с теорией начинает расходиться? То, что мы видим сегодня. Бардак. Бардак, полный бардак, хаос и непонятно, кто чем занимается. Но, вы понимаете, у нас почему-то вот последние 26 лет, сколько мы обрели независимость. И это указывают многие и юристы, и политологи, и все. У нас вот есть, знаете, как кумирство такое образовалось. Вот председатель парламента, это чуть ли не бог всея законодательного органа. Он просто спикер, равный среди равных. Вот и все. Я бы сказал даже немножечко по-другому, раскрыл бы его понимание, кто он такой. Он такой же депутат, которому делегировали полномочия, как и все сто сидящие перед ним. Просто дополнительно ему дали административные функции. Внимание, административные. Именно административные. Роль председателя парламента, прописанная и в конституции, и в регламенте, и в законе о статусе депутата. Он следит за порядком, он следит за ведением, за соблюдением конституции, регламента на заседании парламента. Вот если мы возьмем, да, вот излюбленное нашего парламентского большинства Соединенные Штаты Америки. У них есть конгресс, такой же, как наш парламент. Там проходят заседания один раз в два месяца. Ну, длятся просто две недели. То есть основным рабочим органом... Сессии такие. Да, сессии. Основным рабочим органом являются комиссии. Ну, в принципе, так же, как и у нас. Так и должно быть. Так и должно быть. Комиссии обрабатывают все законопроекты, выносят свои визы, подготавливают все. И вот они раз в два месяца на две недели собрались и уже голосуют за принятие законопроекта. Так вот, председатель вот на эти две недели избирается на каждые две недели новый. Там нет постоянного... Там вообще никто не парится об этой должности. Там нет постоянного... Я тоже не слышал. Да. Это административная функция. У нас же за счет того, что мы на протяжении 26 лет возвели его в какое-то кумирство, это становится чуть ли не богом и все... Скажем так, вот эта вся болтовня о квазе парламентской республики обратилась в то, что эти полномочия совсем не по конституции у нас. Вот по поводу... Реальные. Помнишь, что вы говорили? Нет, я вам скажу так. По теории и практике. Да, по поводу парламентской республики. Заблуждение четкое и заблуждение прямое. В 2000 году, когда произвели изменения в конституцию республики Молдова, мы не стали парламентской республикой. Мы только стали на рельсы, чтобы двигаться в сторону парламентской республики. Сергей, а нам же все время парятся, всех экранов. У нас парламентская республика. Вот это сейчас... Что за бред? Объясни. Вот это мы сейчас и разобьем. Мы стали на рельсы парламентской республики. Только встали. Только встали. То, что они изменили выборность президента в парламенте, они посчитали, что все, мы парламентская республика. Извините меня. Давайте возьмем парламентские республики классические, мировые. Италию, Израиль, Германию. Прецеденты мировые. Это не прецеденты, это устоявшиеся государства с этой формой правления. Вы посмотрите, полномочия правительства. Вы посмотрите, полномочия исполнительной власти. И полномочия парламента, и полномочия президента. Вот это классика. Президент действительно там практически ничего не решает. Если мы не болтаем, а реально понимаем, что такое принципы и ценности. Конечно. То есть, они реально обладают полномочиями. Они реально обладают способами решать вопросы. Они реально обладают привилегиями. У нас что получилось? У нас только то, что изменили, что президент... И вернули сейчас избираемого. Нет, тогда в 2000-м. В 2000-м, да. Конституционный суд признал это неконституционным. И вернули форму избрания президента всенародно. Извините, в случае, если президент избирается всенародно... И это тоже ему народ... Легитимность его уравнивается? Нет, ему делегируют полномочия... Люди? Народ. Народ. Напрямую. Уже мы никак не можем говорить... Внимание, напрямую. Напрямую, да. Никак не можем говорить о том, что мы парламентское государство. Потому что парламент, который всенародно избран, должен считаться с мнением всенародно избранного президента. То есть, скажем так, вес мы не про легально сейчас говорим, а легитимности, да? Поскольку мы говорим, что его величество народ, это суверен, король, скажем, это его место когда-то был монарх абсолютный, сейчас это народ. Это получается, что раз прямые выборы идут и в парламент, и на кресло президента, то с точки зрения легитимности, поскольку передано непосредственно... И то эти по спискам, ребятки, это личность конкретная, то мы получаем некий баланс. Правильно? Если я правильно понимаю эту логику. И говорить, что у нас парламентская республика на основании того, что в 2000 году, кстати, что было отменено, избирал президента парламент, простите, это нонсенс какой-то. Правильно, это абсолютный нонсенс, причем это нонсенс не только юридический. Это нонсенс и общественный. Никто не понимает, вот когда заявляют наши правители о том, что мы являемся парламентской республикой, та же Венецианская комиссия говорит, ребята, если вы так говорите, покажите атрибуцию, покажите, где у вас прописано, что вы являетесь формой правления парламентской республики. Из чего это следует? Из чего это следует? Где? Президент избирается всенародно. Как? Вот один первый. А его лишают, когда им вздумается на час, на два, на сутки право по отписи. А на 15 минут даже. И причем в противовес и в нарушение законодательства. Юридический беспредел, конституционный беспредел. Кстати, с подачи того же конституционного суда. Я не знаю, куда будут прятаться эти ребята, если их когда-нибудь привлекут к ответственности. Ведь это же не что иное, как государственное преступление, по сути дела. Не знаю, как по форме, но по содержанию это так. Вы понимаете, у них очень все просто, у них есть трое гражданство. Они вполне могут успеть за день до того, как еще срок взять и уехать. Все они граждане Румынии. В 5 и 6. Бояться им нечего. Да, им нечего. Бояться они взяли чемоданчик себе, спокойно уехали, идите ищите. А кто выдаст, и страдирует и так далее, если будут возбуждены уголовные дела. Никогда. Да, поэтому, знаете, конституционный суд, я боюсь, что мы с вами еще три передачи должны будем сделать. И то не поймем все. Да, нет, и то мы даже не раскроем все темы и все деяния, которые конституционный суд сделал даже за последний 2017 год. Чтобы не углубляться ранее. Понимаете? Поэтому уходить еще и в эту степь будет очень сложно. Черная дыра. Абсолютная. Но я вам еще раз хочу сказать, что у нас политологи, вот особенно политологи. Почти все они самопровозглашенные, как я понимаю. Да, но вы понимаете, у меня отношения... Я не люблю этого слова, политологи и так далее, потому что я только несколько человек из них знаю, которые, вот, например, Богдан Цирьян написал книгу. Там еще ряд людей, которые профессионально этим занимаются. Да, это политологи. А остальных этих, хоть пруд, пруде, политологов, полит... И кроме того, что подряд люди по политическому заказу мозги, от них ничего я подного не слышу. Я соглашусь с вами, действительно, это так, но что я вам хотел сказать, что вот когда политолог лезет в юриспруденцию, это уже немножко... Ну, если ты занимаешься политологией, вот занимайся своей политологией. Это чревато, ты не специалист. А вот когда ты лезешь в юриспруденцию и пытаешься еще при всем народе, с телеэкранов, публично доносить то, что тебе сказали, или то, за что тебе заплатили, или так далее, тому подобное... Не разбираясь в предмете. Не то, что не разбираясь в предмете. А говоря абсолютно наоборот, потому что даже вот на этом канале недавно я столкнулся с политологом, который говорит, вот президент Республики Молдова нарушил закон, не промульгировав по второй раз закон о пропаганде. И поэтому его лишили права. Вот политолог высказал юридическую норму, то есть он пошел по юридической стезе. На что я сразу и сказал, уважаемый господин политолог, если вы так заявляете, у вас есть причина, почему вы это говорите? Аргумент. Он говорит, ну вот это сказал Конституционный суд. На что я ему просто говорю. Вот смотрите, к президенту 27 декабря пришел закон по второму разу. Он четвертого подал в Конституционный суд на то, чтобы проверить конституционность. А промульгировать он должен был десятого. А в Конституционный суд пятого заседает, выносит решение. До того как? Выносит решение о том, что он не хочет, а вернее нарушил Конституцию, не промульгировав. Поэтому его отстраняют на 15 минут и передают время на это. У меня один маленький вопрос. Если у президента есть целых пять дней еще на промульгацию. С пятого по десятого. Конечно. В чем он нарушил? Где нарушение закона? В чем оно? Нет. Вот если бы вы 11 выносили и его не промульгировал, у меня бы как у юристов вопросов не было. Но вы вынесли на пять дней раньше. Зачем вы политолог говорите сейчас всей аудитории, что он нарушил закон? А нарушения закона не было. Регламент был нарушен и в данном случае именно членами Конституционного суда. Так получается. Там три нарушения. Первое нарушение это то, что... Что они нарушили? Еще раз. Первое. Конституцию нарушили и нарушили Кодекс Конституционной юрисдикции. Вот два документа основных и их базовых, которые они нарушили. Это ребятам надо по-хорошему бежать в Румынию ночью. Еще позавчера. Еще позавчера. Да. Вот смотрите. Они нарушили первое. На пять дней раньше отстранили от должности. Признали факт, что он не хочет. И третье. Самое главное. Они приняли заявление о нарушении от простого депутата парламента. Хотя в кодексе... Это кто такой? Господин Сербул. Ну, знаменитый наш юрист. Сережа великий юрист. Да, великий юрист. То есть, хотя в кодексе о конституционной юрисдикции, то есть их основном документе, благодаря которому они живут, и это их как альваматор, знаете, написано в 38-й статье, пункт С, о том, что кто имеет право обращаться. Пленарное заседание парламента. Они какой-то Сереженька, которому... Всего. И причем должно быть обращение подписано председателем парламента. Черным по белому написано. А они приняли от простого депутата. То есть, если исходить из того, что говорит норма закона, они должны были вообще не принять это заявление, сказав, что вы не субъект для обращения. А они мало того, что принимают, еще и выносят решение. Вы понимаете, сколько нарушений? Вот по одному случаю. Ты знаешь, Сергей, вот у меня такое впечатление, вот есть такой эффект лавины. Вот когда ты нарушил что-то одно, ну, тебя еще можно. А когда ты нарушение, нарушение, это такой хаос, что мозг нормального человека перестает что-либо понимать. И он понимает только одно. Или, как ты сказал, еще позавчера этим ребятам надо бежать было через пруд, или где у них там есть какая-то база, да, для существования. Ну да, куда-то прятаться, да. Или это говорит о том, что для них ни венецианская комиссия, ни какие международные авторитетные органы, неровно, и все эти принципы и ценности европейские, о которых столько у нас говорится, и которые они хотят чуть ли не в Конституцию включить, ровно ничего не стоят. А для них это простой ноль. Им это надо внести для того, чтобы получить определенный очередной грант или очередной кредит, чтобы показать свою работу, а по большому счету это использовать их в своих красных целях. Вот и все. Вот для чего они борются за европейские какие-то ценности, или делают видимость, вот знаете, как говорят, да, пускают пыль в глаза или очков втирательством занимаются, чтобы просто привлечь эти финансы. А потом такие умники, политологи в кавычках, нахло заявляют на всю страну с массой экранов, что президент нарушил, что там... Естественно, а как? А кто рупор? Рупор, конечно, эти политологи, ведь это же независимое мнение. О чем мы говорим? Что я хочу, мол, то я говорю. Только почему-то одним позволено всякую хинею нести из больших экранов, а другие люди, которые приходят с обоснованными протестами, их почему-то никто не замечает. Или замечают так, что сразу появляются уголовные дела, чтобы они больше не говорили. То есть, есть два варианта, чтобы они... Второй чаще всего. Ну, в наше время, да. Если слишком часто, он чего-то замечает. Да, да, так и есть. Теперь следующий вопрос. Почему важно знание вот этих фундаментальных принципов государства и права? Мы обращаем внимание на то, что современное правовое государство в мире вообще как-то стало терять, ну, что ли, свой авторитет, свой имидж. Когда мы видим, что современный, вот его так и называют, и правильно называют, неоимпериализм, он на чем построен? Раньше приходил империалист с пушками, там, с линкорами, дредноутами, или раньше, как на парусах, с пищалями-мушкетами. Значит, завоевывал какую-то территорию. На этой территории насаждался флаг, там, Испании, Британии, Франции, там, Португалии, там, все эти. И вот насаждался флаг, и, по крайней мере, вот эти империалисты, да, создатели империи, они отвечали за население тех территорий, которые они, так сказать, взяли под свое, так сказать, покровительство, там, руководство и так далее. Отвечали. А сейчас получается что? Ну, зачем нам эти территории? Отвечать за кого-то. Так, у тебя что за штука есть ценная? У тебя ничего нет, а суверенитет у тебя есть. О, это хороший товар, суверенитет. Давай мы с тобой подпишем пару договоров, вот, типа, как мы подписали с Евросоюзом, где ты на бумаге четко отказываешься от большей части своего суверенитета, если я правильно понимаю. А раз так, то современный неоимпериализм исходит из чего? Государство, как вроде есть, а суверенитет, на чем держится все это государство, в том числе и его вес на международной арене, начинает потихоньку сдуваться, вот, как дирижаблили, как воздушный шар. Вот, что говорит об этом вот эта фундаментальная наука, прошедшая, там, столетия, тысячелетия, и экспериментально, и теоретически, о том, что мы говорим государство и право. Что в мире сейчас происходит? Почему посол какой-то страны может командовать здесь чем как угодно, как представитель, наместник Ксерса, или Бонапарта, или еще кого-то? Ну, вы знаете, то, что идет сегодня глобальный передел мира, и то, что есть определенные страны, которые на геополитическом уровне между собой всегда стыкуются, и это было пожизненно, это существует, и это издавна. Единственное, что вы правы, что раньше это было за счет войн, за счет экспансии и так далее. То есть мы с вами можем и Османскую империю исполнить, и Турецкую империю исполнить, и Евстро-Венгерскую, и много-много, и того же Бонапарта, и того же Гитлера, который хотел экспансировать всю Европу. Третий рейх. Да, то есть это было военное вмешательство. Сегодня технологии растут, соответственно, ум людей растет, и появляется информационно-подовелительно-суверенное право, которое люди пытаются, вернее, государства, крупные такие, такие, как Евросоюз, такие, как США, пытаются поймать вот такие страны, как мы, маленькие, и подавить часть суверенитета. Ведь когда мы говорим о внесении евроинтеграции в Конституцию, мало того, что это запрещено как идеология... А идеологию, как известно, в Конституции вообще нельзя вносить. Нельзя вносить. Но все восприняли... И насмешка в том, это те, как мы доказали, что первые, кто плюют на эти все нормы венецианских комиссий и прочее, именно эти ребята. Но я вам хочу сказать, что то, что это идеология, ее нельзя вносить, это полбеды. Никто не смотрит в глубинности суть этого вопроса. Ведь при условии, если мы вносим евроинтеграцию в Конституцию, мы как раз занимаемся тем, о чем вы говорили выше. Мы продаем часть суверенитета, мы передаем часть полномочий. И непонятно, что взамен. Как, взамен гранты, это тоже мы об этом говорили. И кому идут вот это взамен? Евросоюзу. Это все пока идет... А этим ребятам власть и возможность граждать. Так вот, это передача части полномочий. То есть это начальная стадия к тому, чтобы суверенитет нашего государства ушел на нет. То есть государство и право начинают сдуваться, как шарик, как делик. Абсолютно. Оно не то, что начинает сдуваться. Оно просто начинает получать иные постулаты, которые нам неприемлемы, как суверенному государству. Вот все говорят, мы должны все законы делать согласно европейским стандартам. Мы должны делать это согласно европейским стандартам. У меня один вопрос. В Европу входит Англия. Ну, пока еще. Пока. Ну, сейчас выходит, но пока входит. Вот она еще является членом. Англия – это правовая система общего права. То есть у нас есть три правовые системы в мире. Римское право, общее право и религиозное право. Вот Англия – это представитель общего права. Мы представители римского права. Две разные системы. Там у них прецедент главный. Правильно. Две разные системы. Как мы можем у них их часть права взять и внести в нас? Когда они несовместимы. Вообще. Несовместимы. Вообще несовместимы. Абсолютно. Вот как мы можем прийти, как мы можем привнести? Да, если мы берем Францию, если мы берем Германию, то есть то же самое римское право, как и у нас, тогда я еще понимаю. Но и то у нас есть понятие ментальности. Есть понятие… Ведь Германия и Франция – это разные по сути страны. И ментальности, и традиции разные. Я вам больше того скажу. Давайте мы возьмем фундаментально правовые. Германия – это парламентская форма правления. Франция – это президентская форма правления. Они даже по форме правления разные. У кого нам из них брать? У Германии или у Франции? Вот простой вопрос. Сергей, значит, получается, вот я преподаю логику и работаю у меня по логике, значит, смотри, получается интересно. Если две системы несовместимы, то мы переходим к нашему древнему господарско-боярскому праву. Получается параллельное государство и с параллельным правом. Вот что страшное у нас, на мой взгляд, происходит. Все решается не в парламенте, не в конституционном суде, а при дворе какого-то параллельного монарха. Вот и все. А у нас разве сейчас не так? Так оно и есть. А где у нас все решается? Извините, когда во вторник проходит совещание в одной партии, потом проходят брифинки, нам рассказывают, что мы будем делать неделю. Парламент, правительство и все остальное. Это на каком дворе происходит? Это разве не так сегодня? Вот что вы сказали, это не так? То есть несовместимость, допустим, римского права и прецедентного англосаксонского, самый раз, и германского, там, французского, самый раз перейти к нашему древнему проверенному господарско-боярскому праву. Ну вот мы сегодня, к сожалению... С исправниками еще вороватыми и так далее. К сожалению, мы сегодня... Хотя гаджет, и тельцов, и все это, ничего не знаю. Мы вернулись к феодальным фактически... Да я бы даже отнес к рабовладельческим. То есть ты еще круче? Конечно. То есть ты имеешь в виду, что это система родовой, племенной какой-то? Вот как в странах Африки, там... Да, 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 к сожалению, это так. К сожалению, мы скатились уже туда, хотя развивались, начиная с 98-го года, совершенно в другом направлении. Но, к сожалению, за последние три года, то есть именно после 2014 года, мы скатились именно на этот уровень. Печальный вывод. И это вывод с точки зрения фундаментальных основ государства и права. У меня сразу возникает вопрос. Вадим Николаевич Мишин вот написал вот эту книжку «Разделение властей в государстве в переходном периоде». Вот как раз турбулентность вся эта началась, искать новые формы правления. Он, исходя из того, что сказал его сын Сергей Мишин, у нас получается следующее. Что вот эти вот основы права, вот эти формы, выработанные человечеством на протяжении столетий, а то и тысячелетий, получается, что в случае, если подорваны вот эти самые основы, и мимикрия только осуществляется, скажем, под ширмой закона и права все это происходит, а на самом деле вот и даже венецианская комиссия и другие говорят, ребят, вы что тут делаете, вы что вытворяете, получается, что вот это превращается в фундаментальный, как вот ты и раньше мне говорил, фундаментальный принцип распределения властей. Ты говорил, что это идет не только от Монтеске, а вообще от Платона, это очень древние вещи, человечество не раз задумано, превращается в некоторую ширму, с помощью которой вот это допотопное ретроправо, куда мы скатились на уровень африканских и других стран, на Украине мы видим там то же самое, только там не один двор, а там несколько конфликтующих теневых параллельных. У нас пока один. Да, у нас пока один. И вот хотелось, какой вклад Вадима Николаевича Мишина, я часто общался с ним, и в Китае имели, вот я говорил, много бесед, меня всегда поражала культура, образованность, человечность и многие другие качества этого человека. Это я говорю, не потому только что он твой отец, и мне хочется, чтобы сыну приятно его услышать, что ты. Это мнение почти всех людей, кто его знали и кто имел с ним дело. Вот в чем его заслуга именно в основах понимания того, как разделение владей в государстве, насколько этот принцип важен, почему нельзя его профанировать, превращать в ширму для закулисных этих, в чем сила этого принципа разделения властей? На примере вот Молдовы. Да, ну смотрите, во-первых, у нас есть статья 6 Конституции Республики Молдова, которая четко говорит о том, что принцип разделения властей в Молдове есть и должен быть. Разделение властей идет на что? Это законодательная власть в виде парламента, исполнительная власть в виде правительства и судебная власть в виде всех судов. Конституционный суд к этому не относится, чтобы люди не путали. Потому что нас почему-то Конституционный суд пытаются привнести в... Как третий век власти. Да, они абсолютно, это отдельно, они должны являться только гарантом Конституции. Есть страны, где Конституционный суд стоит вверху судебной власти, у нас это не так. У нас это все суды, от первой до высшей судебной палаты. Вот все суды, это представители судебной власти. В чем сам принцип? Эти власти должны действовать самостоятельно, согласно прерогативу, которые прописаны в Конституции, и не налазить на одна на другую. И подменять? Нет, и подменять вообще нельзя. Строго запрещено. Строго запрещено. Не налазить друг на друга, но при этом контролировать действия друга. То есть, случить, держать неким противовесом, балансом. Вы знаете, что... Равновесие должно быть, да? Нет, самый стержень. Сдержень. Принципа разделения властей. Это принцип сдержек и противовесов. То есть, баланса вот этого. Равновесие. У нас в Республике Молдова, изначально, в 1994 году, как была принята Конституция, стержнем сдержек и противовесов всегда был институт президента. Вот он был неким арбитром между тремя веками власти. Мне кажется, он и сейчас должен таковым быть. Нет, я вот не... Вот этот принцип заложили тогда. И правильно заложили. И вот этот принцип идет по сей день. Вот он есть. Его никто же не отменял. Правильно. Но наше парламентское большинство, несмотря ни на что... Вот вы говорили, вот отец вложил... Он действительно вложил в душу. С 98-го года, то есть еще 20 лет назад, начал изучать эту проблему не просто на уровне научной... А проблема сложнейшая и фундаментальная. Не только на уровне теории, но и практики. Он стал по локомотивам, паровозам построение принципа вот этого разделения властей в Республике Молдова. И если вы обратили внимание... То есть, скажем, основным фингертанком и мотором этого продвижения был именно Вадим Мишин. Да. И вот с 2000 года начала работать эта система. И именно все ветви власти, действительно, как баланс друг с другом, работали вместе, контролировали друг друга и существовали параллельно. И не вмешивались... Абсолютно. Дела друг друга. Ну, с 2015 года все сломали. Абсолютно. А что за события произошли? А это когда у нас демократическая партия Республики Молдова из 12 человек превратилась в 40. В самой большой фракции в Молдове. Когда она взяла на себя управление государством и ответственность за это государство. Когда ночью назначали правительство. Когда мы за ночь пишем законы, утром их принимаем, несмотря в угоду Европе или еще кому-то, несмотря на реальное положение дел и того, что хочет население этой страны. Когда Конституционный суд выносит решение и отстраняет уже 4 раза стержня, сдержки противовесов. То есть он что делал? Не назначая министров, не промульгируя законы и так далее. Это и есть сдержки и противовесы. Он указывал на ваши ошибки. Вы вместо того, чтобы исправить эти ошибки, что сделали? А! Уберем? Нам так надо. Где? Где принцип разделения властей, за которые боролись? И вот тут бумерангом получат по мозгам. Я знаю такой закон. Как ты только нарушаешь законы человечие, божие, физические, неважно, как тут же вот как на грабли наступаешь. Как говорят господь, молдаване говорят, думнадзелну бати кубыта. То есть Бог не бьет дубиной. Но оно рикошетом через различные механизмы приведет к тому, что эти ребята сами спилят сук, на котором они сидят. И никто тогда этих парней спасать не будет. Правильно. И я надеюсь, что народ... Разве что за прутом? Наш народ, он не глупый народ. Наши граждане не глупые граждане. Они прекрасно все видят. Они прекрасно все осознают. Они видят эту безнаказанность, это нахальство, беспредел, который творится сегодня, где нарушаются именно фундаментальные позиции права. То есть в угоду сиюминутных интересов пилится все основания. Вот этот принцип разделения властей у нас сегодня на бумаге, я еще раз повторю, на бумаге и в законах прописан хорошо, но его никто не хочет соблюдать. Ширма. Вот это парламентское большинство... Политическое ширма. Вот это парламентское большинство разрушило все, что строилось на протяжении 15 лет. К сожалению, но я надеюсь, что после ноября этого года мы все-таки сумеем поменять это все и опять встанем на те рельсы и начнем строить... По правильному, от корня к вершине. Да, мы начнем строить по фундаментальным принципам... То есть от корня к вершине. Да, наше правовое государство. Вот у меня большая надежда на это. Спасибо. У нас в гостях был Сергей Мишин. И вам спасибо. Сергей, огромное спасибо. Во-первых, за то, что мы вспомнили и Вадима Николаевича Мишина, и вот твоя книжка у меня. Спасибо за эти подарки. А нашим соотечественникам я могу сказать, обратите внимание на эти две книги, если вы хотите серьезно понимать в том, что творится у нас с точки зрения государства и права. И, кстати, эти книги очень бы не мешало почитать так называемым политологам и политаналитикам, которые, как оказывается, ничего не смыслят в основах государства и права. А горят всякую чушь и билиберду на всю страну с больших телевизионных экранов. Итак, у нас в гостях был Сергей Мишин, замечательный правовед, человек, который обладает большой и очень глубокой практикой, в том числе и практикой государственного строительства. А мы знаем, что единственное, что спасет любую страну и Молдову в том числе, это когда каждый человек, независимо от его национальных корней, независимо от его экономического статуса, других форм статусности, когда каждый имеет право принимать участие посильное в государственном строительстве. Никто не должен быть отстранен от этого фундаментального права человека строить свою государственность, свое государство и свою правовую систему и атмосферу, в которой он должен жить. Итак, у нас в гостях был Сергей Мишин и с вами прощаюсь я, вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин